Добрый день! Всем добрый день, мои дорогие зрительницы, дорогие девушки! Я рада вас приветствовать снова! И сегодня у нас распаковка посылки из магазина Zara. Да-да, снова Zara. Как вы знаете, у нас все магазины закрыты. И, если честно, то покупать онлайн мне легче всего из Zara. Почему-то вот такая ситуация в Канаде, что у нас их веб-сайт Zara очень легкий, очень удобный. В отличие от, скажем, H&M, Nipo, там все так запутанно и непонятно. А в Zara все легко и просто. Кроме всего прочего, очень легко отправлять назад, потому что в магазин сдать нельзя, значит, нужно все это носить на почту. И в Zara как бы это все очень легко и удобно. Мне, кстати, писали в других странах, что как-то все это по-другому, сложно и так далее, я не знаю. Но вот я говорю про Канаду. И поэтому я вот как-то так увлеклась онлайн-шоппингом именно из Zara. И буду вам сейчас показывать то, что я заказала. Это не все, это первая часть, это какая-то, так сказать, начальная распаковка. И это будет, может быть, несколько видео я сниму, но, по крайней мере, сейчас я вам покажу из тех вещей, которые я вот уже нашла, как носить, с чем их носить. И некоторые из них вы видели в моих влогах, я вам сейчас буду показывать. Вы узнаете их, наверное. И первое, это бесподобно шикарное розовое пальто. Итак, кто меня давно смотрит и знает, вы помните, что в моем влоге из Zara я примеряла это пальто. Я пускала, извиняюсь, на него слюни. Мне оно очень понравилось, но оно стоило, по-моему, 200 долларов или что-то такое. Я сказала, я подожду распродажи, я не буду торопиться. Если я его ухвачу, то я его ухвачу. А нет, так нет. И я его ухватила. Как вы видите, значит, заплатила я за него, по-моему, 50 долларов, 49,90. Простите, мое слово «просить» значит, которое я все время вставляю, но не могу избавиться. Есть над чем работать. Я все это померяю на себе, поэтому показывать, вот то, что я сейчас показываю, это чисто так вот начальная демонстрация, так скажем. Значит, пальто имеет шикарнейший состав. Стоило оно 219 даже долларов, его оригинал прайс. Написано, что сделано оно из Italian Fabric. И, по-моему, в нем, ну, в общем, очень-очень много шерсти. Если вы помните, в этом сезоне в Заре были пальто вот с такой вот наклейкой, вот с такой вот этикеткой пришитой, и вот с такой вот этикеткой, которая была из бумаги, приделана к пальто. Сейчас я постараюсь найти его состав, но мне кажется, что в нем довольно много было шерсти. Я еще тогда, когда его мерила, когда я его примеряла в магазине, я обратила внимание, что... Да, в нем 57% шерсти, то есть не 100%, но достаточно много. Плюс ко всему, у него такая прекрасная ворсистая ткань. Не знаю, может вам показать поближе. Сейчас. Видите? Потрясающий. Я купила его в размере large. В магазине тогда я примеряла в размере M. И оно мне было немножечко... Ну, так, плотненько. И поэтому я заказала large, вернее, я заказала то, что осталось в наличии, потому что их, естественно, расхватали, оно где-то появилось на их веб-сайте каким-то совершенно волшебным образом. Я его, конечно, тут же купила. И я взяла размер L, потому что это то, что было, large. И я не жалею, потому что, в принципе, ну, оно должно быть посвободнее, как-то попросторнее. Мне кажется, что даже лучше. Я бы даже... Medium, наверное, был бы хуже на мне. Значит, а это large. И розового цвета. Как вы знаете, как вы знаете, розовый цвет сейчас весной, это самый-самый, что у меня есть, тренд. Все об этом говорят, все стилисты и нестилисты, и все, кто вообще говорит о моде, все говорят о том, что розовый цвет сейчас в тренде в самом что-нибудь весной, а мы по этому вот будем в тренде. Но, если честно, я вам скажу, что даже когда розовый цвет выйдет из тренда, то это пальто, по-моему, его можно носить и носить, потому что оно очень красиво. Оно очень красиво, у него хороший состав, и я думаю, что я буду носить его очень долго. Следующая вещь, которую я купила... Да, я потом все-все-все вам покажу. Все примерю, все померю. Если вы потерпите и послушаете меня еще минут пять, то все будет нормально. А если не потерпите, просто перемотайте, там, где я уже примерки буду делать. Следующая вещь, тоже розовая, можно сказать, юбка-пачка. Ну, что вам сказать, девочки? Можно долго спорить о том, вышли ли из моды юбки-пачки или еще нет. Я вам должна сказать, что мне нравится юбка-пачка. Я всегда их носила и носить буду, несмотря на мой преклонный возраст. Я являюсь их активным фанатом и потребителем. И, ну, не знаю, нравится мне. О, что-то свет мигает у меня. Нравятся мне юбки-пачки. И, ну, что долго говорить. Вы видите, что она розово-черная такая, то есть мы снова в розовом тренде. У нее три слоя. Кстати, я ее тоже примеряла в одном из моих блогов, когда я ходила в Зару на примерке. Я тоже там мерила эту юбку. Я сказала, что я взяла ее в размере Larch. Хотя у нее сверху здесь есть резинка, но резинка такая, кстати, бархатная. То есть ее, в принципе, можно носить наверх. Она довольно широкая. И мне это нравится. То есть лучше будет широкая. Значит, у нее три слоя. Тюль черная в точечку такая. Тюль розовая. Без всяких точечек. Просто пачка. Балетная пачка. И внизу вот такая вот розовая подкладка из ткани, из синтетики, конечно. И, в общем, вот такая вот юбка. Следующая вещь. Это свитер. Он не розовый. Как вы видите. Но он в цветочек. Вообще у меня в этот раз показ будет очень женственный. Женственный, мимимишный. Такой девочка-девочка, собственно, как и всегда. Но сегодня, по-моему, особенно. В этом сезоне в зале было очень много вот таких вот кардиганов, свитеров. Я даже тоже, кстати, примеряла. Я делала видео даже вот про бабушкины кардиганы и кофты. Я их так называю бабушкины, потому что они такие, знаете, с такой как будто бы ручной вышивкой. Возможно, что это даже... О, это не как будто бы. Здесь написано, что это именно ручная вышивка. То есть вот эти вот все цветочки. Они вышиты вручную, что является очень ценным. А, кстати, про юбку я не сказала. За юбку я отдала 10 долларов. Она стоила, по-моему, 50. Сейчас она была в распродаже за 10. В общем, совсем по дешевке мне досталось. Значит, здесь все, 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 что мы любим. Это кардиган на фуговицах. Здесь есть вот такие вот оборки, вышивка, цвета вы сами видите. Прекрасно, просто чудесно. Я не знаю, я люблю такие вещи, девчонки. Не судите строго. И, в общем, вот эти вот цветочки, они всех таких. Есть голубой, есть розовый, есть бордовый. В общем, всех-всех цветов. Не всех-всех, а, в общем, такой гаммы, в общем, такой довольно пастельный. Но с бордовым цветом, что не является пастельным. Ну, в общем, такой вот гаммы. Еще один кардиган. Ну, как вы видите, меня понесло на цветочки, выживки, бусинки и так далее. Я это люблю. Я всегда это любила. А поскольку в этом сезоне это было жутко в моде, и было это везде и всюду, я, конечно, набрала на всю оставшуюся жизнь. Когда все это выйдет из моды, и в моду войдет снова все брутально, это у меня будет много вот таких вот вещей. И это тоже кардиган. Он сделан из... Между прочим, тоже на нем написано, что у него ручная вышивка. Но здесь не вышивка, здесь такая отделка из бисера. Я вам сейчас попытаюсь показать поближе. Я надеюсь, что вам видно. Это нашивка из... Нашивка, вышивка, я не знаю, как это сказать, но это бисер. Это не... Он сделан из... Он сделан из такой, знаете, немножко ворсиста, ворсиста. Я думаю, что здесь есть махер. Надо посмотреть состав. Кстати, тут свитер я не посмотрела. Тоже, да, я написано, сказала, написано, что это сделано вручную. Ну и стоил он 80 долларов, я купила его за 16, 15,99. Они сейчас на селе. Так, давайте посмотрим состав. Как всегда, я забыла свои очки. И как всегда, Сослипу сейчас буду читать полчаса. Но я это вырежу, не волнуйтесь. Я не буду вам показывать. Значит, 36% альпака. 2%... Не поняла что. 16% акрилик. 8,46 полиамид. Ну, в общем, 36% альпака. Ну, вот интересно, вот этот вот махер. Это ведь такой махер. Или я не вижу? Ну, в общем, вы поняли, да? А вот этот свитер. Давайте-ка посмотрим, какой его состав. И, кстати, сколько он стоил? Он тоже стоил 79 долларов. А сейчас тоже я купила за 15,99, за 16 долларов. И состав его время-время бежит. Не хочу растягивать надолго. В общем, из хорошего в нём ничего нет. Ни шерсти, ни махера, ничего. Чисто синтетика просто разная. Акрил такой, акрил цикой. В общем, разные всякие названия. Так, это что касается свитеров. И я купила две сумки. К той тысячи сумок, которая у меня есть. У меня теперь есть тысяча две сумки. Я не могла устоять. Одна из них. Это вот такая вот пушистая барашка с такой вот ручкой. Там внутри есть ремешок. Я не буду сейчас вам это открывать. Значит, главным критерием сумки является для меня, чтобы в неё помещается телефон. Потому что у меня довольно большой телефон. А всё остальное у меня кредитные карточки, ключ, помада. То есть, это всё занимает очень мало места. И я могу себе позволить самую-самую-самую маленькую сумку. Потому что я, в принципе, ничего такого в сумке своей не ношу. Вот. Ну, если я иду на работу, у меня такая вот есть большая такая сумка. Как, знаете, как шоппер такой большой. Который я кладу там свои бумаги. А, да, ещё очки. Очки. Ну, если вот у меня очки, которые, если их класть от весь чехла, то, в принципе, они тоже в такой размер сумки вполне влезают. Ну, это же просто принц. Совершенная, совершенная, совершенная прелесть. Её так приятно гладить. Я вам хочу сказать, что это, конечно, сумка зимняя, скорее всего. Потому что это мех. Но я думаю, что весной я ещё вполне могу её поносить. И вторая сумка. Это сумка розовая. А, вот эта сумка стоила 19 на сейле. А, вообще, так говоря, она стоила 69. А эта сумка стоила 59. Я купила её тоже за 10 долларов. У неё тоже есть ручка. Розовенькая такой тоже чемоданчик хорошенький. И, в принципе, такого же примерно размера. И, как я уже сказала, вот телефон, очки, кредитные карточки, ключ в неё влезает. Помада. Больше я ничего с собой не ушу. Теперь давайте перейдём к примеркам. Что я хочу сказать, что вот кроме того, что я вам показала, все остальные вещи будут из моей коллекции, так сказать, одежды. Поэтому я не буду объяснять, что откуда. Это просто вещи из моего шкафа. И я их так сочетала вместе, все вместе с тем, что я купила. Чтобы получилось красиво, с моей точки зрения. Но я всё буду крутить вокруг этого пальто розового, потому что это мой, так сказать, гвоздь программы это пальто. Я очень удовольна. Я счастлива, что я её купила. Я хотела его купить. Я не хотела тратить очень много денег. 212 долларов всё-таки это дороговато. А за 50 это перфекто. Всё. Примеряем. Переходим к примеркам. Ну что, я просто надела это пальто на то платье, в котором я была. Светлые свои сапоги, белые. Давайте я возьму сумочку. Вот это подойдёт, правильно? По-моему, неплохо. Как-то сапоги, светлые сапоги, вот это сумочка и розовое пальто. А сумочка такая немножко пыльные розы. По-моему, совсем неплохо. Это такой, знаете, просто образ. Я хотела вам показать это пальто. Хотела показать, как оно выглядит с платьем, какое оно выглянуло. Сейчас я буду примерять его с другими своими вещами. Надеюсь, что вам видно. Окей, 2 вещи из новой коллекции, так скажем. Из того, что я получила из этого заказа. Это вот такая вот, вот эта вот корточка с вышивкой и юбка. И я немножко разбавила их вот такими ботинками грубыми, потому что, чтобы, ну вот, степень мимимишности и, так скажем, концентрацию мимимишности. То есть, вот, юбка пачка и кофточка такая с вышивкой. Поэтому я надела грубые ботинки, чтобы это выглядело не так женственно. Хотя зачем, я не знаю. Сейчас надену пальто. А юбка немножко торчит под пальто. Она длиннее. Кстати, вы видите, размер ларчи. Я считаю, что меньше вообще было бы мне даже именовато. Какую мы возьмем сумочку? Мы возьмем вот эту номерную. Вот такой у нас образ. Я себя плохо вижу, когда я снимаю одежки. Поэтому, если я, у меня как-то волосы не в порядке, или я как-то выгляжу не слишком презентабельно, вы уж меня извините, но как а есть. Как а в жизни. Как а в жизни есть, так а вот и на картинке. Мне надо здесь зеркало какое-то, наверное, заорудить, чтобы себя видеть. Ну, по-моему, вот неплохо. Правда же, интересно. Второй образ девочки – это с моей юбкой. Моя старая юбка. Просто, мне кажется, что вот здесь бордовый цвет, и здесь отделка бордовая. Очень подходит. Скажу вам честно, что вот этот вот свитер, этот кардиган, нужно долго так все это расправлять, следить за тем, чтобы это не свалилось, не скручивалось. Но красота требует джент. Мода это дело нелегкое. Оставила те же самые ботинки. Очень нежно люблю эту юбку за то, что, если вы видите, у нее она сзади голубая. А здесь она бордовая. Если ее перевернуть, то она получится голубая. То есть сейчас я вам покажу, я ее надену другим свитером, и вы поймете, как многогранно можно ее использовать. И как это все интересно и приятно. Сейчас, кстати, надену пальто. Юбка тоже длинная, и пальто немножко короче, но, по-моему, так вполне себе нормально можно носить. Мне так даже нравится. Немножко такой из-под пятницы в фубботу, но, по-моему, сейчас так носят. И сумочку снова возьмем. Ну, хорошо, давайте возьмем вот эту. Не знаю, отходит она сюда или лучше то. Ну, собственно, у меня много сумочек. Я могу выбрать любую из них, но я вот пока что пользуюсь тем, что у меня под рукой, потому что я то, что вам показываю, тем и пользуюсь. Кстати, вот хотела вам показать то, что я вам говорила про эту юбку. Что она, видите, сзади теперь бордовая, а спереди она теперь голубая. Теперь я надела голубой свитер, белые сапоги, белым поясом подержала, и получился вот такой вот монохром, можно сказать, спереди. А сзади нет, потому что сзади она бордовая. Сейчас я вам надену пальто и покажу, как красиво пальто можно носить с каким-то одним цветом. Видите, вот на мне такой total blue, total голубой, белые сапоги, белый пояс. Я надеюсь, что это пальто вполне себе неплохо выглядит, даже и с каким-то другим цветом. Да, собственно, почему нет? Конечно, да. Такое пальто можно носить с чем угодно. Очень мне оно нравится. Ну, очень мне оно нравится. Очень я довольна. Еще больше я довольна, что я не купила его за 219, а дождалась, пока оно стало стоить 50 долларов. Последний лук. Я решила его образ. Я решила его сделать в total white, белом, потому что мы говорим о приближающейся весне, лете. Ну, давайте начнем с весны пока. Пусть весна наступит, а там будем говорить, что может быть более весеннее и более летнее, чем белый образ, белый комплект. И вы понимаете, что вот эти вот ядовито-розовые ботинки появились здесь неспроста. Появились они под розовое пальто и под розовую сумочку, конечно, которую я вам сейчас присмотрю. Ну что, я выгляжу, как конфета-леденец розового цвета, с розовой сумкой, розовыми ботинками, не знаю. Ну, если честно сказать, то, конечно, вот это все сочетается с чем-то цветным, это, конечно, безумие. А вот с однотонным цветом под пальто, в данном случае я выбрала белый, в принципе, это может быть черный, серый, какой угодно, если вы добавите вот такие ботинки и вот эту сумочку и вот это пальто, то, мне кажется, вы будете очень неплохо выглядеть. И, конечно, на вас обратят внимание прохожие, сотрудники, друзья, подруги, недруги, хейтеры и все остальные. Все, кто увидит вас в этом видео. Дорогие мои друзья-подруги, что вам понравилось, было интересно. Я люблю, целую, ваша Дита всегда с вами. До новых встреч, бай-бай! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!